Любители спортивных машин в целом и автомобилей Porsche в частности собрались в минувшие выходные на автодроме Moscow Raceway, где проходил ежегодный фестиваль спорткаров Porsche. В 2020-м из-за пандемии коронавируса от проведения мероприятия пришлось отказаться. Но может оно и к лучшему, ведь за два года публика успела соскучиться, а организаторы подготовить насыщенную, незабываемую программу. Мы очень рады приветствовать здесь всех энтузиастов и поклонников бренда. Один раз в год мы собираемся все вместе, чтобы честовать дух семьи Porsche. Здесь предусмотрены самые разные активности для самых разных посетителей. Площадка, где можно проверить техническое состояние своего автомобиля, оценить его. Кроме того, есть детская зона, зона киберспортивных гонок. Мы все наслаждаемся этим днём, тем более, что сегодня такое яркое солнце. С погодой действительно повезло, и это не могло не радовать, ведь программа включала в себя тест-драйвы автомобилей Porsche. Причём одну из моделей, а именно озорное 911-е купе, испытывали непосредственно на главной трассе. Прокатиться на 450-сильной Carrera 4S мог любой желающий. Тест-драйв проходил под чутким руководством профессиональных инструкторов, так что безопасность была обеспечена. А на обустроенной площадке в Паддоках в это же время проводились испытания Porsche Panamera, а также электрического Taycan'а и его вседорожной модификации Cross-Turismo, которая только-только поступила в продажу. Мы очень рады объявить, что с декабря минувшего года дилеры оформили более 200 заказов на Porsche Taycan. Эта модель очень важна для нас. Она поможет достигнуть цели по электрификации и созданию полноценной линейки электромобилей в России. Напомним, что Cross-Turismo выше обычного Taycan'а. Ему полагается перенастроенная подвеска с большим клиренсом, безальтернативный полный привод, аккумулятор максимально возможной ёмкости и дополнительный внедорожный режим движения. Стартовый прайс электрокара для самых смелых приключений – почти 8 миллионов рублей. Те же, кто предпочитает смотреть, нежели в чём-то участвовать, могли полюбоваться автомобилями клубов Porsche, прибывшими из разных уголков страны. А для самых маленьких поклонников бренда открылись двери детской школы вождения, где им объясняли правила дорожного движения.